сегодня мы с вами разбираем алексея житковского выглядит он кстати старше своего возраста когда я узнала что он ровесник моей дочери а это 96 год рождения я очень была удивлена крайне удивлена то сегодня алексея 28 лет плюс-минус не знаю точно когда у него день рождения в целом согласитесь мы его любим я себя туда же причисляю то есть когда я его вижу где-то в ютюбе или в инстаграме обязательно посмотрю что высказал процентов наверное 70 всяких этих коротких таких скетчев они так удачно заходят и набирают очень даже неплохие просмотры однако вот это кулинарное шоу его я смотреть не могу мне нравится посмотреть с ним интервью то есть когда он беседует в какой-то дружеской беседе но вот эти все готовки как-то для меня например лично скучновато пишите пожалуйста ваше мнение относительно житковского житков по моему его фамилия такая реалистичная так сказать вот пишите ваше мнение как он вам какие шоу нравятся какие нет вот свое я вам рассказала на что я думаю почему его любят женщины обратите внимание в принципе у него все подруги и друзья женщины то есть она реже дружит с мужчинами чаще дружит женщинами почему потому что ему женщинами проще они ему не угрожают не предоставляют никакой конкуренции не оскорбляют не унижают и так далее а женщина очень любят дружить с геями я его не буду сразу приписывать геям он по крайней мере нам не говорил о своей сексуальной ориентации и по всей видимости он скрывает это потому что у него есть младшая сестра потому что он дрожит отношениями с папой а папа теплит в себе все таки в своем сердце надежду что он сын просто такой эксцентричный ипотажный мальчик вот мы просто такой шоумен и так далее да это просто какой-то его имидж это такой какой-то ну что ли пафосный такой гротеск сны и образ себя и так далее что это вообще может быть все пройдет или способ зарабатывать и так далее то это это понятное дело но в общем женщины очень любят дружить вот с такими женоподобными мальчиками потому что это такая подружка которая не будет уводить у тебя твоего парня хотя такое бывает конечно что идею вводят парня и гетеросексуального и такого и такого но это уже более редкий случай более редкий на самом деле они как бы получаются ну что ли не в такой степени завидуют тебе они не в такой степени вредничают могут поскольку от лица мужчины дать тебе какой-то дельный важный нужный совет в данную секунду потому что девочка девочки иногда не может в силу вообще своей какой-то женской конструкции да не может себя поставить на место мужчины и нечто такое действительно по делу по существу в десятку сказать но не может а он может и вот очень часто как бы мальчик-девочка в котором очень много женской энергии а алексей отождествился женщина ярко выражена причем что характерно и интересно ведь в семье ушел ушла мама когда алёша было всего четыре года это невероятно интересно почему он как бы обычно бывает все наоборот папа уходит из семьи и мальчик начинает отождествляться женщины он смотрит как мама красит лицо как мама красиво надевает какие-то платья колготки юбки и так далее а у алексея произошло как-то странным образом наоборот но его все равно воспитывала очень много бабушка да и так далее и поскольку папа была всех 90-х и полагаю внимание от отца было все-таки недостаточно недостаточно его по большей части воспитывали женщины и он как-то все равно отождествился с этой женщины я думаю что его воспитывала бабуля то есть мамы как бы он к маме уходил на какие-то дни травмированный конечно ребенок травмированный невероятно талантливый как артист именно мальчик я вот просто угорала умирала когда смотрела его youtube ролики где он еще подростком что-то такое там я помню про кавказцев там щетка с какими-то курочками он там сидит невероятно а с вами я алекс и моя собака крис в этом смысле он такой талантливый конечно это мальчик и это очень такие врожденные качества которые вряд ли кто-либо когда-либо сможет приобрести до мышление чрезвычайно скоростной юмор просто обалденный искрометный и у него еще есть вот это сдвг до синдром гиперактивности дефицита внимания и поэтому это и в случае ему идет на пользу вот он такой расторможенный немножко при этом такой довольно легкий вместе с тем вроде бы и вспыльчивые делает только то что он хочет и при этом крайне трудоспособны мои дорогие представляю вашему вниманию мой авторский проект в печатном виде мои деньги моя реализация этот проект рассчитан для тех кто хочет в полной мере услышать свои желания проработав в страхе почувствовать в себе большие силы и уверенность увидеть свои суперспособности и самые сильные стороны получать от жизни значительно больше привычно освоить механизма большого заработка научиться заявлять этому миру о себе и своих потребностях ставить перед собой желаемые цели и доводить намеченные до конца преодолеть потолок и наконец получить то о чем мечтали первый модуль включает в себя психотерапевтическую работу с я концепции глубинными желаниями финансовой емкостью потому что она очень часто настолько крохотная что не позволяет вам хотеть больше и запрещающие фигуры это та самая субличность внутри нас которая задает внутренние ограничения применяются такие подходы как когнитивно-поведенческая психотерапия арт-терапия психосинтез экзистенциально-гуманистическая психотерапия этот гайд подойдет вам если вы любите воспринимать информацию прежде всего в печатном виде хотите сэкономить время и деньги также если у вас есть желание проект можно распечатать и заполнять поля с домашними заданиями от руки или же просто имея электронную версию прописывать все это в рабочую тетрадь для того чтобы приобрести проект мои деньги моя реализация достаточно пройти по ссылке в описании под видео он каким-то образом эклектично сложил все то что он любит и это выстрелило то есть он ведь нет ни дня не работал нигде у него никакой трудовой книжки он не открывал как и я собственно говоря трудовой книжки особо не открывала никакой у меня был там навык работы опыт работы этом когда мне было 14 лет но это по-моему это как-то было все каким-то этим без официальных оформлений то что возраст было такое что они еще не могли это как-то юридически оформить но бог с ним не будем отвлекаться от лёша в общем у лёша не было опыта работы никакого и он просто делает то что он любит но делает это очень качественно ведь он не ленится сделать этот с утра макияж он не ленится сделать эту запись а это не так просто безусловно вот это истероидный радикал кем он и является конечно ярко выраженная истеричка способствует тому чтобы достигать вот этих действительно каких-то таких внушительных результатов просмотров приглашений и так далее да но все равно это нужно делать но все равно вот этот мотивационно-волевой компонент он него присутствует присутствует и кстати говоря это один из таких в общем-то редких феноменов я не могу вспомнить больше никого кто был бы в такой степени прям и так вот так на него похож что в нем так много брутальности на самом деле в нем так много этой самцовости то есть в нем вообще нет никакой как бы вы женоподобности что самое удивительное не очень крупный нос он довольно высокий большой размер ноги то есть он такой очень как бы мужик и при этом вот с таким ярко выраженным отождествлением женщины он очень любит делать макияж одеваться до края он обожает эти сумочки шмоточник да вот такой прям фетишист и очень обожествляет эти в каком-то смысле вещи чуть ли не разговаривает с ними ты там моя малышка я ее очень люблю а вот это прада и вот он с ними разговаривает как-то их вычеловечивает как-то персонифицирует и так далее да то есть заходит во все это как бы какой-то какой-то альтернативный параллельный мир создается вот в этом гардеробе как у него вот потому что нет как правило когда человек любит вещи чаще всего он лишен глубинных серьезных таких отношений то есть по всей видимости всякого рода дружба с этими бабами богатыми почему он выбирает чаще всего каких-то богатых влиятельных баб и вот чем он выше поднимается дал переехал в москву стал еще лучше зарабатывать его приглашают нам стал персоной года и так далее какие-то вручают ему призы и везде его приглашают в общем но везде такой завсегда ты его любят а в силу того что он но это как бы модно приглашать вот такого яркого человека то ли трансгендера то ли гея то ли трон кто он да то ли просто транс вести то любителя переодеваться в женские на какие-то одежды наряды и так далее в общем это нечто как может быть где-то рядом с фриком даже каким-то что как будто бы привлекает внимание фотографов и внимание вообще общественности и и как бы при этом он умеет общаться невероятно такое открытые легкие в общении дипломатичные с ним не надо париться и думать о чем тебе поговорить он как будто тебе за тебя эту работу сделает он за тебя устроит этот праздник он за тебя как бы откроет это веселье и тебе ну просто будешь с открытым ртом сидеть и наслаждаться до всем этим происходящим так сказать так вот значит эти бабы богатые его окружают без конца эти подружайки какие-то у которых с которыми он общем-то довольно легко находит общий язык но они это общение согласитесь носит все-таки поверхностный характер неглубокий у него был миша его любимый человек я не знаю эти отношения были довольно длительными потому что лёша довольно такое однолюб то есть он довольно преданный человек такой потому что этом им вот этой породе людей а обычно это не свойственно они чрезвычайно такие полигамны и изменяют друг друга вот они вязнут в этом промискуитете в этом предательстве и это сексуализация она их поглощает бесконечное какое-то возбуждение но вот это только это не про него вот он как-то с легкостью удерживал очень 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 длительное отношение возможно там и была глубина но в его дружбе она абсолютно точно какая-то очень такая поверхностная поверхностно несмотря на то что он конечно человек гиперчувствительный очень мнительный безумно мнительный такой внушаемый и вот как способ защитить себя на самом деле вот это и женский образ кстати говоря в том числе как броня такая и вот этот вот какой-то стендап да такое вот этот как бы клоуна да и нечто такое какой-то комедийный жанр такая форма очень ловкой защиты потому что у него самоирония развита просто на 100 баллов я сам про себя уже все сказал я сам себя обстебал я сам над собой пошутил поэтому ты уже это сделать не успеешь и как будто все делай как будто бы юмор как способ утратить серьезность как способ перестать бояться смерти болезни матери и так далее так далее так далее как будто бы я сейчас все сделаю настолько веселым смешным радостным беззаботным таким легким и вот и юмор мне в этом поможет юмор этому поспособствует юмор поможет мне зарабатывать мой образ поможет мне зарабатывать потому что я урод то есть Вот этот страх у Житковского, что он урод, то есть на самом деле мы видим яркую дезморфофобию и вот эту попытку убежать от этого какого-то толстого, очкастого, неказистого, неудачника, кем он себя считает. То есть вот этот мальчик, вот если вы найдете в ютюбе ранее видео, где он еще подросток, вот он от себя такого убегает, что я там какой-то одинокий, как будто бы нелепый, толстый, вот это какая-то дурацкая прическа, я как кретин какой-то, как какой-то задрот, программист-ональник. И вот что-то такое, как из самых таких американских комедий, нелепое. И вот я от этого уродства как будто бы убегаю. Обратите внимание, там все время вот такая штукатурка, это какие-то постоянные шляпы, кепки, крупные очки, большие силиконовые губы, волосы. То есть все, чтобы скрыть, я немножко простыла, все, чтобы скрыть вот эту какую-то подростковую боль и вот этот какой-то страх оголенности того, кто я есть на самом деле. И давайте я буду шутить. То есть я сделаю такой длинный, огромный стометровый фасад, что вы никогда не догадаетесь, люди, кто я такой на самом деле. Что я вот тот ранимый мальчик, тот вот этот вот пострадавший ребенок, да, от вот этой сложной ситуации в семье, вот эти сложные непростые отношения там с папой и так далее. Папа – это такой вот мужик из 90-х, дзюдоист, в общем, с такими понятиями. И вдруг у него рождается вот такой сын, и он как будто бы не оправдывает ожидания своего отца. Вот он вырастает непонятно как будто бы во что. То есть для человека из 90-х увидеть своего сына вот в такой какой-то, в такой, в таком формате, как бы мне не сказать, потому что я сейчас стараюсь избегать такого контента, чтобы не лишили монетизации, да. Ну вот как бы мой сын превращается вот в какого-то петуха, а я с этим сделать ничего не могу, потому что по понятиям его отца это какой-то петух разукрашенный. Но мой сын, ну, он не должен быть петухом, ну никак, я не знаю, мне пойти застрелиться и так далее. То есть отец тоже сталкивается с чем-то таким болезненным, хотя Алеша говорит о том, что да, мне повезло с семьей, они очень понимающие люди. Да, они понимающие люди, но это люди из Советского Союза выходцы все-таки, не надо об этом забывать. То есть они, их детство прошло в Советском Союзе, это были тяжелые 90-е, в которых есть определенные какие-то представления об этой жизни, как правильно и неправильно, что хорошо, что плохо. И поэтому, как бы они его не любили, все равно они сталкивались с нечто таким, возможно, постыдным, да, что скажут про меня. А как вообще, как люди осудят, посмотрят, что они скажут. Эх, это ты что ж такое, это что за упущение у тебя, ребенок ты твой, посмотри, во что превратился. И так далее. Поэтому, конечно, конфликт, вы видите сами, ну, непростой, да. Мои любимые, хочу представить вам три марафона по женско-мужским отношениям в записи. На этих трех марафонах в записи мы с вами будем говорить, как найти, влюбить, построить крепкие отношения, чувствовать себя единственным, неповторимым, в его руках. Какие существуют психологические приемы, обольщения, способы воспитания щедрости и внимательности к женщине. Практические рекомендации о том, как подтолкнуть мужчину к созданию семьи и рождении детей. Во второй части, почему я нравлюсь тому, кто не нравится мне, и наоборот, мы будем об этом говорить. Как перестать бояться успешных мужчин, потому что часто и такое бывает. Первое впечатление, как понять, что это он, как и кому можно доверять. Устраивает ли проверки своему любимому, и если да, то как. В каких случаях и когда с ним нужно расставаться. Или что делать, если слишком сильные чувства захватили вас. Его безразличие к вам, что делать. Стесняюсь своего тела, как полюбить себя и раскрепоститься. Первая встреча и секс, когда и как это лучше сделать. Сексуальная конституция, предпочтения не совпадают. Как быть об этом и многом другом, мы будем с вами говорить на первой, второй и третьей части нашего с вами марафона в записи. Мы будем говорить много о конфликтах, о ссорах, о том времени друг для друга, которое нужно уделять. Про вашу женственность, как ею пользоваться. Стоит ли удерживать партнера, если да, то в каких ситуациях. Мы будем говорить о том, что такое вообще семейное счастье и как к нему прийти. А в третьей части, кто вам действительно нужен, вот об этом, да, больше мы будем рассуждать. На какие минусы вашего партнера нужно закрывать глаза. А на какие минусы нельзя закрывать глаза. И что делать, если он оказался пассивный, трусливый, эгоистичный, нытик, зависимый, абьюзер и так далее. Еще мы будем говорить о финансах, что делать, когда он хочет партнерские отношения. Да, ты платишь за себя, я за себя. Что делать, если он уселся вам на шею и как вообще вырастить миллионера. Вот про эти вещи по поводу женско-мужских отношений мы и будем говорить с вами в этом 15-ти в общей сложности часовом марафоне в записи. Вы можете его приобрести отдельно. Первую часть можете приобрести, вторую можете приобрести, третью. Или можете приобрести сразу 15 часов с очень большой скидкой. Обязательно переходите по ссылочке в описании, чтобы приобрести эти марафоны в записи по женско-мужским отношениям. Но в силу своего характера, потому что Алексей делает только то, что он хочет, только то, что он любит, ну вот такой, да, упертый очень. Вот ему это нравится, он это будет делать. Не нравится, он не будет это делать. Если ему не нравится то, что преподаватель читает лекцию, которая ему не интересна, он не будет ее слушать. Он будет там смотреть телефон или разговаривать со своим приятелем. Ну вот такой человек. Это вот рождается определенная сильная такая конституциональная конструкция, да, особенность такая, что ты уже, ну мало что там можешь, мало на что можешь повлиять и мало что можешь, в общем-то, изменить. Вот так вот. Значит, сегодня в России принимают закон, да, о запрете ЛГБТ-пропаганды там и так далее. За все дают там 12-13 лет лишения свободы от, по-моему, этой цифры, больше, чем за убийство и так далее. И тут как бы не очень будет понятно, Житковский подпадает под эту пропаганду ЛГБТ или нет. То есть как бы вот он носит эти женские наряды и так далее, и так далее, и так далее. Будет ли он являться той самой пропагандой? С одной стороны, да, потому что он являет собой успех, и его любят, ну, молодежь там, да, как бы смотрят на него и думают, ага, чтобы вот мне быть таким успешным человеком, наверное, надо быть как Лешка Житковский. Вот буду-ка я вот похожим на него. То есть, возможно, какой-то процент людей будет пытаться вот походить на своего какого-то героя, да, и так далее. Вот, может быть, такое будет, и это тоже будут расценивать как пропаганду. Может быть, это разрешат оставить как некий такой сценический образ. Ну, вот есть же у нас в Жазе только девушки, или там, здравствуйте, я ваша тетя, и так далее. То есть вся эта классика, которую мы любим, на которой мы выросли, где мужчины переодеваются в женщин. И мы воспринимаем это совершенно нормально. То есть будет ли, или это уже как бы ЛГБТ, понимаете, какая штука. А мне это тоже все очень не нравится. Я тоже считаю, что это какое-то средневековье, и мы катимся непонятно куда во всем, в этой жесткости такой. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, как их усмирить. То есть у ЛГБТ, у них такие зубы, как у вампиров, и они вот не чувствуют меры какой-то. Они настолько продавливают и лоббируют вообще, и педалируют все свое вот это нутро, да, такое перверсивное в некотором смысле нутро. Потому что, да, безусловно, это вытащили из перверсии. Но это вытащили из перверсии те люди, которые как бы были в этом гей-лобе, так сказать. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что является перверсией, а что нет. Но мы прекрасно понимаем, что есть там некоторые оттенки, так сказать, патологии. Но она очень яркая, она очень красочная, и она имеет власть. И во власти очень много людей, которые там обладают, которые входят, да, вот в это, так сказать, в это ядро ЛГБТ, и продвигают свои законы. И мы видим, как они увеличиваются. Мы видим, как сильно это влияет на наших детей, на наших подростков. Я понимаю, что сейчас у меня полетят помидоры тухлые, да пусть летят. И причем мне самое интересное, так пишет Вероника, вот вы не боитесь, вот как же так, вы теряете подписчиков и так далее. Меня все равно смотрят, и что, как бы смотрят и смотрели, это никак не зависит. Вот когда я что-то говорю про евреев, или когда что-то говорю про ЛГБТ, они мне не платят зарплату, чтобы я там как-то жопу-то им особенно вылизывала. Поэтому, ну с чего вдруг мне вот распинаться? Я, по сути, говорю то, что я думаю. Вот и все. Мой костяк – это вот женщины, которые меня смотрят. Ну, я сомневаюсь, что прямо женщинам так больно сейчас услышать мои эти слова. Вот, я сомневаюсь. Поэтому я с разных сторон к этому подхожу. Так вот, и к вопросу об ЛГБТ. Мне просто не нравится, как они стали набирать вот эти неадекватные, уже нездоровые обороты. И сейчас 50% американских детей не знают, кто они. Мальчик, девочка, кто они, там, собачка и так далее. Не детей даже. До 20 лет был этот опрос. То есть, там, 19 лет человек не знает. 50% уже сомневаются, кого они любят и хотят больше и так далее. То есть, явно это уже какая-то не очень здоровая история. И мне не нравится, куда это двигается. Поэтому мне бы хотелось, чтобы было как раньше. Было как раньше. Но, вероятно, как раньше уже не будет. И поэтому для этого надо принимать какие-то более строгие меры. Так вот, вот это переодевание Житковского и же с ним, там, тоже у нас же есть. Не одежда же, а Алексей носит женские одежды, сумочки и так далее, каблучки. То есть, подпадает ли это под ЛГБТ-пропаганду или нет? Напишите, кстати говоря. Потому что я не очень понимаю. Вот сейчас, да, я обсуждаю эту тему. Попадает ли все то, что я говорю, под ЛГБТ-пропаганду или нет? То есть, я тоже, как блогер, не очень понимаю, где будут эти грани. А мне важно это знать, кстати. Вот. Так. Ну, ладно, возвращаясь к этому. Соответственно, вот это такая какая-то броня. Вот этот какой-то камуфляж, да, в котором сегодня Алексей находится. И это как способ зарабатывать тоже. Никому не нужен будет вот этот задроточкастый. И юмор от этого просто обычного какого-то человека. Он, я, кстати, там уже не помню, где-то были у него очки или не было. Почему-то у меня вот ассоциируется. Вот что-то ты вот какая-то челка такой, какой-то толстый, такой рыхлый, белый. И вот с искрометным юмором, несмотря на это. Будет ли он востребован так, как сегодня? Будут ли его так приглашать? Возможно, и нет. Понимаете? Поэтому вот этот образ яркой такой дивы, да, яркой даже трансгендерной, может быть, дивы. Хотя он на трансгендера не похож. Трансгендерные женщины, они более такие женские, а женственные. Они стараются как-то работать с голосом, пьют гормоны и подравниваются. Он прямо брутальный мужик, и вдруг вот, значит, такой несколько, некоторый такой когнитивный диссонанс вызывает, да, у нас с вами. Ну так вот, соответственно, продается Житковский вот во всей своей красе. Вот тот задрот, которого мы видели, там, сколько там, 10 лет назад, оно не продается такое. И он в некотором смысле заложник, да. То есть, допустим, сейчас запретят его образ, вот этот его вид. Ему придется, там, подстричься, смыть косметику, нацепить, там, толстовку, джинсы и сидеть, как мальчик обычный. Ну, он сразу лишится всего. Он лишится всех шоу, он лишится всех заработков. И вот это, как в некотором смысле, может быть, уже какой-то порочный круг. Может, он рад уже из этого выползти, а уже и не выползти. Поэтому вот так. Ну, видите, такие теплые, близкие отношения с мамой. Он маму очень боится потерять, да, что вот мамочки там выделяют денюжки, что мама, сходи. Страх такой, что вот, не дай бог, будет онкология и так далее. Как у Ромы Желуди, мама умерла от рака, да. Вот такая страшная потеря. Поэтому у Житковского есть вот такой вот страх, что вот он останется без мамы. Ну, ладно, давайте зачитаем его личностные качества. Я думаю, вы с этим всем согласитесь, конечно же, потому что они, ну, такие вот, довольно на поверхности лежат. Очень активные, да. Умеют дружить дипломатичные. Артистично-истерично-ипатажные. Хитрые довольно. Ведь, обратите внимание, вот даже вот этот украинско-русский конфликт, он ведь даже слова не сказал, по большому счету. И вот он как будто бы такой раз, раз и сухой, сухим, сухим вышел из воды, вроде бы, да. То есть он не стал поддерживать ни левых, ни правых. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И это никак, в общем-то, его не внесли ни в какие списки. Он продолжает активно появляться где-то там на телевидении, вести свои шоу и так далее, и так далее. И все его любят. И слева, и справа его любят. То есть это довольно такая была, ну, такая приспособленческая позиция, которая ему пошла, в общем-то, на пользу, в некотором смысле, как мы видим. Она ему, так сказать, она его не уничтожила, она не лишила его подписчиков ни украинских, ни русских. И все продолжают вроде как его хи-хи-хи, ха-ха-ха любить. Потому что тот, кто очень остро отстаивал позицию какую-то свою, тот огребал или от левых, или от правых, да. У него не получалось, как у Житковского, значит, по-хитрому выйти из воды. Мои дорогие, специально для вас я разработала гениальный дневник чувств и самоанализа, который поможет вам произвести полную перезагрузку вашей личности, пройти самостоятельную глубинную психотерапевтическую работу, где я буду с вами на каждой странице, в каждом слове и полезном действии. Я собрала для вас выжимку самых эффективных заданий для самостоятельной работы над собой. Выполняя эти мощные психотерапевтические упражнения и волшебные техники, вы научитесь лучше понимать собственные чувства и слышать глубинные желания. Вас ждет когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальтерапия, транзактный анализ и работа с вашим внутренним ребенком, арт-терапия, где мы будем очень много рисовать, волшебные медитации, техники самопомощи при тревоге. Далее будет очень глубинная профессиональная ориентация и анализ ваших действительно истинных желаний, ресурсов, сильных сторон и способностей и многое-многое-многое другое. При желании дневник можно распечатать или же просто завести для выполнения заданий толстую тетрадь. Для того, чтобы приобрести этот дневник чувств и самоанализа, просто пройдите по ссылке в описании. Хороший врожденный на самом деле интеллект, очень неглупый мальчик. Хотя он из ДВГшник, я не знаю, по-моему, не супер учился в школе и так далее, но мальчик неглупый, очень неглупый, чувствуется такой он породистый, и такие неглупые родители из такой семьи. В общем, у него база и основа, вот этот фундамент очень-очень мощный. То есть, хоть он и пытается, пытается как-то, я не люблю все это заумное, я не люблю умничать и так далее, но у него вот такая закваска очень мощная. То есть, если бы он захотел хотя бы чуть-чуть, если захочет, то с ним будет очень интересно побеседовать. Но мышление скоростное, палец в рот не клади, вы сами видите, поставить его невловкую ситуацию практически невозможно. Невозможно. Вот он, вот просто, ну вот, искренняя такая зависть к таким людям, которые вот настолько молниеносно, находчиво могут в любой ситуации среагировать. То есть, вот многие отмечают, что, ой, я вот там, у меня такая скорость реакции замедленная, я там постфактум уже думаю, блин, надо было сказать вот это, чушь, я это не сказал, но это вот не его случай, он довольно в этом плане стремительный товарищ. Да. Так, ну что еще? Да, про юмор, просто искрометный, фантастический юмор, самоирония, да. Гиперчувствительно-мнительный, я уже сказала. Так, харизматичный. Ну, харизма просто течет со всех щелей. Это правда мы видим из носа, из глаз, из ушей, из жопы и отовсюду. А верная одна, люб, трудолюбивая, это тоже мы говорили, да, шапоголик. Что еще? Да, ну, общение носит с этими бабами такой довольно формальный характер. Просто я вижу всех его подружаек, и я понимаю, что там все на уровне. Ой, давай устрицы пожарим, давай, ты пришла, сучка моя, давай поцелуй, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Про насчет присутствует легендерная дисфория, вы знаете, как сказать, не могу сказать, что он в ней утопает. Ну, какие-то кусочки есть, наверное. Ну, вот ему не нравится, что у него размер ноги такой крупный. Он хотел бы быть как будто бы поизящней, да. А он вот такой весь громоздкий, вот он как будто бы себя за это немножко не любит. Ну, вот небольшую, можно сказать, видим, да, дисфорию. Так, ну, да, находчивый, конечно, невероятно находчивый. И он избалованный ребенок. Вот ему уже 28 лет, а он до сих пор вот такой большой бабин борчук, избалованный мальчик, выращенный на сметанке. То есть это все равно видно. Конечно, в том мальчишке, подростке, которая только начала вести YouTube-канал, это видно еще лучше. Причем вот там парадоксально, он вроде бы и пострадавший ребенок вот от этого развода родителей, и вместе с тем и избалованный, что каждый пытался там сунуть ему последний айфон, телефон, там что-то купить, подарить, курточку там отправить в Турцию, все, или в лучшую школу там ребенку дать, да. И у него были бесконечные какие-то и преподаватели, и на дом к нему приходили. То есть вот пихали и запихивали в рот и в жопу, и вот видно, вот там такой избалованный мальчик. Видно, да? Есть вот сложный, непростой. Мне кажется, вот этот Миша, как он его вообще выносил? Вот у меня такое чувство, что вот в личной жизни, он даже собаку Мишей назвал свою, Миша было с ним не сладко, потому что, ну, он сложный. То есть я думаю, что вот в повседневной жизни, вот в такой, в близости, в непосредственно ежедневной, он может быть сложным человеком. Потому что в силу того, что вот он Барчук, вот такой избалованный ребенок. Вспыльчивый, да, в силу опять же такой своей избалованности, да. Талантливый, ну, вот это я уже сказала. Талантливый. Так, трудно его сломать. Вот его сломать очень трудно. Вот он вот так вот решил, все. Вот решил человек. И ты хоть ты тут тресни. Значит, это его вот такое мнение. И он как-то вот выработал по жизни какую-то такую легкую жизненную философию. Я не буду заморачиваться, да. Вот это какой-то такой быстрый способ уйти от всех самых таких главных, каких-то экзистенциальных переживаний. И о том, как бы, а кто я, а что я, сколько я здесь проживу, а сколько проживут мои близкие, а если будут какие-то вдруг болезни. Ну, как бы, и вот от этого какого-то заглубления, он как будто бы вот уходит в эту такую ха-ха-ха, хи-хи-хи, несерьезность, давай, поехали, взяли, как бы, волю в кулак, закусили губу и пошли дальше. Как будто бы не разрешает себе в каком-то смысле раскваситься, расслабиться, не разрешает себе, не разрешает себе вот эти какие-то эмоции, слезы, расчувствоваться. Хотя он очень чувствительный мальчик, но он не разрешает себе расчувствоваться все время, пытается держать себя в каком-то тонусе, как будто будь мужиком, и тут же я вроде как и баба, и то ли я мужик. И присутствует вот этот, на самом деле, какой-то конфликт, видимый вот этот конфликт двух сторон. И, конечно же, в некотором смысле, вот этот женский образ как альтер-эго. То есть я уверена, там как минимум две яркие личности живут в Житковском. И, конечно же, было бы интересно провести с ним консультацию по скайпу. Алексей, кстати, приходи на консультацию по скайпу, мы с тобой проведем нашу встречу, такую под камерами, так сказать, и пообщаемся. Мне очень это интересно узнать. Так. Ну вот и все на сегодня, моя любимая. Конечно, наверняка, можно говорить бесконечно про Житковского, и он того заслуживает. В общем-то, личность незаурядная, невероятно яркая, конечно же, да. Вот. И мы можем с вами об этом говорить очень много и очень долго. Ну ладно, я сегодня такая вся простывшая. Не обращайте внимания, мои любименькие. Что я сейчас еще скажу? Я вот вам что скажу. Мои кицулечки любимые. Обязательно подписывайтесь на меня. Пишите свои комментарии. Обязательно пишите свои комментарии. И что вы обо всем об этом думаете. Согласны ли вы с моим вердиктом клинического психолога, или вы хотели это оспорить? Пишите. Пишите, мои дорогие. Вот. А я вас целую и обнимаю. Обратите меня, я какую-то штучку купила красивую, классную. И писулька тут такая же. Раз, так она выдвигается, так можно держаться. Но у них, знаете, какие косяки, кнопки плохо прожимаются. Зараза такая. Вот я когда покупала, не проверила. А сейчас вот мучаюсь. Вот. Значит, вот и так. И вы напишите, кого еще мы с вами будем разбирать. Договорились? Все. Я вас целую и обнимаю.